ну что друзья у нас у нас . может быть и объяснить происхождение вот этого скажи пару слов что это 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 на заказ это нам принесли друзья это вот ну может быть вы видите тут помидорчики с какой-то начинкой перчики с начинкой он там даже там даже с креветочками это похоже на салатки вот значит бутербродики бутерброд мне говорят пленку бы снять друзья но вы вы же не кушаете вы только смотрите правильно я я поэтому думаю что тут я под таким углом с ней снимаю что вроде ничего страшного нам еще с собой дали салфеточек такое ощущение сверху тебе салфеточек дали тоже под подшипки а ты купила тогда тогда все понятно вот еще у нас тут рыбка салатик бутербродики так сашенька поберись так пирожки еще пирожки друзья я обязательно что-нибудь съем для вас на камеру чтобы вы видели насколько это вкусно так ну что ж это такое вот такое обслуживание на дому кейтеринг так называют вот нам принесли и мы будем кушать гости придут с работы и поедят что-нибудь так светочка а ты еще сама ничего не пробовал света уставшая голодная все это я могу мужики так о себе могут сказать я вот уж пришел с работы уставший голодный я тоже лег вчера 2 часа ночи а ты независимо от меня легла в 2 часа на мероприятие покажешь тихо тихо покажи книжки одна у тебя постой что это это на английском обе на английском путешествие понял ну хорошо ладно так у нас гости ой прям настоящий фифтис это блогер марина могилка так ну это тоже известный на нашем канале человек да нас на сказать что и саша и ее мама сегодня удались у них наряды очень-очень все очень хорошо я здесь а и на откуда такое платье марина откуда ваш аутфит такой что это такое они одежды мне постоянно это чтобы ее правило продвигаем видео но я больше стартап ну что друзья покровы сорваны блинчики боже с чем же эти блинчики хочется знать сережа пробуй я буду пирожки тоже непонятно это то ли котлетки то ли оладушки сырники сырники хорошо а может быть картошки блинчики говорят с мясом были так это блинчики с рыбкой путем легко вижу что они с рыбкой а это же по интернету не идем это сырники это драники драники вот хорошее слово это драники друзья если кто-то из вас думает вот марина например она вообще кушает что-нибудь а я ем больше правда это хорошо да правда вот те которые худенькие вы думаете они такие да они просто сколько не едят а все худенькие вот и все а некоторые не едят не едят а все никак все не помогают друзья вот алекс алекс и наташа они к нам прибыли из фифтис и такие вот можно сказать персонажи даже не помню мы же мы же сами родились фифтис да 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 как там у меня есть майка написано мэйд 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 и нэнди фифтис что-то такое анти фифтис это есть такая маечка ну чё хорошо хорошо значит оказалось что саша знает лизу по каналу арте вяй до языка а ты знаешь саша программа шоу которое называется орел и решка нет а то вот и еще кого-то знал но уже он уже 30 он 35 лет в америке поможет не знать гостей прибывает друзья гостей прибывает лёва сделай как-нибудь вот так вот это вам привет из фифтис друзья из фифтис из пятидесятых ну так алла какая у тебя шляпка ты помнишь был фильм я не помню как назывался и о чем он был но там я хотел бы быть птичкой порхающей возле вашей шляпки такой супер да был какой-то фильм да вот такая партия друзья вокруг стола надо так назвать ее партии вокруг стола потому что все разговоры друзья все мысли вокруг стола да друзья у нас новые гости прибывают прибывают новые гости они из пятидесятых только дочка она в такой дебу альки в таких перчатках и на каблучках да на каблучках немножко на каблучках замечательно так у нас есть покушать присоединяйтесь вы видите дыра друзья по всяким укромным уголкам интервьюирует наших гостей вы видите друзья подъедаются подъедаются бутерброды все очень вкусно но не скоро подъезд подъезд или скоро вот тут вот видите у нас как она вообще пирожок с капусты это вещь правда показалось бы капуста вот что-то может быть вот он или яйцо еще до яйцо есть не похоже да драники вкусные да когда-то я помню в минске на улице которая называлась проспект ленина да про проспект череда там было была такая штука называлась бульбяная вот я напротив улицы подлесный она сейчас как-то называется еще и в общем было бы бульбяная и там было страшное дело как вкусно всего и разнообразно да ну а бульбяна есть до сих пор там ребята расскажут студент приезжать и у бульбяна есть все что там ну все там ну драники мы начали с драники белорусская да так что в общем пока белоруссии драники есть жить можно кстати рассказали своим зрителям что у нас вечеринка в стиле пятидесятых шестидесятых да да вот давайте не думали что я сумасшедшая нет вот такое красного моего платья я теперь заклемят позором нет это очень шикарное платье а в то время не было принято разрез какой-то запах ну то есть ну и что же мне даже сейчас даже лучше как-то так современными всегда как-то такие модстиль модерн вот тут люди снимают да вот уже наша сила и братье место саша узнал узнал ли разу конечно они же образ меня на телевидении она маскируется по совсем по-другому да она должна выглядеть скромницей как она но как она новости как новости ведет очень хорошо она мне очень понравилась самого начала и даже очки на самом деле не нужны надевает очки она еще интеллигент не смотрится я близорукая вот я сейчас плохо вижу обязательно это телепромт более крупная работа уже а у вас есть телепромт есть конечно да вы что а кто и а кто вам туда пишет пишем редакторы пишут я редактирую это все пишут продюсеры редакторы целая команда а как получается что вот то что вы говорите как-то сливается с каким-то кадром ну вот они же не только ваше лицо видите вот сегодня там произошел теракт идут кадры теракта нет сидит в аппаратная бригада техническая есть монтажеры которые монтируют видео заранее потом сидит в аппаратной бригады выпускающий режиссер продюсер график дизайнер человек на звуке то есть это человек 10 который выпускает эфир мама а то есть они сидят за моей спиной как они друг друга синхронизируется есть режиссер эфира который подает команду мотор видео звук звук выключить уже не как бы один дирижер на всех которые есть еще продюсер который отвечает на любые заданы титры да и команду график дизайнеру слушать давайте вас окна есть прошу вообще задам вопрос который меня это волнует но не но он как бы не не вполне неприличный но вот писать себе в кадр идет идет и прямой эфир я только в прямом работе в прямом эфире 13 лет и за 13 но вот в этот момент когда я здесь приспичила да нет как-то не так а потому что как-то вот отключаются вот такие вы знаете даже есть другая такая вот вещь которая знакома всем ведущим новостей вообще прямых эфиров никто никогда не чихал в прямом эфире удивительная вещь казаться бы притом тебе кажется идет например заканчивается сюжет на основе и тебе кажется что и вот ты сейчас вот чихнешь и вдруг тебя выводят в эфир и все у тебя пропадает абсолютно подойдите а вот приглашенный какой-то пришел приглашенный нету если у него не инурес как бы мы же не держим там по 10 часов прибитым гвоздями к стенке ну за час в общем эфира мне человек говорил с претензией на знание предмета что они там сидят только сверху нарядные а снизу у них у всех эти самые памперсы нет это я думаю не следующий человек говорил я вам точно говорю нет памперсов там нет я просто думал я не знаю если человек сидит в каком-то марафоне не выходя 12 часов может быть но такого не бывает потому что любой человек не сидит в кадре 12 часов перебиваются сюжетами сюжет может быть 4-5 минут за 5 минут вполне может успеть сбег пописать извините если вы ходячий я понял то есть на самом деле можно так кнопку нажал пошел как перебивка пошла ты за это время все ну а нет ты ничего не нажимаешь конечно все это все делается человека который сидит в эфире им руководит целая группа людей такой вопрос вот там где-то все происходит вот до этого места далеко бежать или она прямо вот ну вот там прямо нет ну как-то никто не не строит студии с учетом того чтобы было недалеко бежать я вела эфиры по нет но духовно должно на чем-то стоять же фундаментально я хочу сказать почему вы мне понравились вообще как человек работающий телевидением вот если я смотрю на первый первый канал там российского телевидения там сидят люди которые совершенно не живут тем что о чем они говорят они там там очень красивые девушки которые говорят совершенно отдельно от того что читают просто а вот вы живете тем что вы говорите ваш эмоциональный фон и ваш интеллигентный вид создает ощущение на не стоит так оно и есть что вы глубоко понимаете то о чем вы говорите и этим возражаете человека который действительно смотрит на вас то есть вы понимаете о чем вы говорите если такой девушки это интересно мне тоже это становится интересно друзья вот какие вот не зря не зря приехали к нам смотрите какие зрители бывают тоже я скоро начну смотреть от тебя я но понимаете я я как-то вообще русского ничего не смотрю я могу иногда там вот со светой все таки что мы сейчас будем смотреть давайте объявим друзья вы видите кадры 2001 года это мой день рождения лохматый был я еще и курю там что ли друзья я не помню что я курил но но факты на лицо вот это саша который только что говорил красиво вы посмотрите это очень многие люди которые сейчас тут собрались вот на этих кадрах у нас запечатлены друзья вот перед нами снова лиза она в гугловской маечке которые мы сегодня да там приобрели многие мне написали лиза вы еще почитаете комментарии написали вы открыли для нас заново лизу кайман да они думали что вы меньше ростом и да и и может быть вот это вот больно думное платье с разрезом ну да но как на случай вот лиза лиза вы вы заново открылись а некоторым первый раз это не тривиальная прическа я хочу сказать что дай бог чтобы канал арте вяль получил больше зрителей вот глядя на вас на ребят которые это делают и я хочу сказать что один человек не ругательно написал что я каких-то шпионов там пригрел или они там не меня они нас путают с арте очень многие нас путаются хорошо хорошо как удачи это одно и то же но это абсолютно то есть к раша тудэ отношения не имеет нет это вообще не раша а у вас на такое финансирование это правда ну и зато ничего да в общем да гуглом гуглом жечь сердца людей а вы можете потом сказать вот у себя на канале что вот я не вернулась из путешествия в калифорнии там вот ну в новостях я вряд ли поскольку это новость не международного масштаба друзья заказывайте майки google на сайте компании вы видите как они хорошо сидят на хорошей девушке друзья вот олега там многие узнали хотели там поприветствовать там радостно и так далее может вы там пару слов им скажете ребятам приятно когда узнают правда да приятно работаешь для ребят правда что по них так смотрели удовольствие получали да ну так какой-то напутствием не знаю ребят не знаю ну в общем пока рано говорить пока приехал ну то есть вы рано говорить об американской же да да так ну а вот скажем нас киевля не смотрят еще с украины много народу нас на канале до четверть наших зрителей с украины круто вот и пока яду я-то думал поначалу что это они вас узнали потом выяснилось что ваш сериал смотрят и в россии тоже да ну что же давайте тогда мы вам пожелаем успех в раз вы так на правах новичка теперь немножко давайте мы вам пожелаем успеха и как бы чтобы что все хорошо было спасибо ладно очень приятно было с вами взаимно встретиться я а я же не знаю я кто не смотрю это не смотрю там и вдруг человек там все узнают а где вы как девочка к вам бросилась правда сядя школе счастлива очень приятно было последние сборы лена значит отправляется в нью-йорк да в маечке стэнфорд в гугле ничего не брали нет слезу вела у меня есть последний майку которые ну ничего в нашем 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 кино и маечка есть и и это маечка есть и ваша есть все отлично привет нью-йорку привет обязательно друзья мы знаем эмелину как музыканта а тут она изображает какие-то автомобили ну покажи что получилось неплохо я вообще не рисую уже хорошо когда человек вообще не рисует если он начнет рисовать а это наша так называемый сан рум в которой вот караоке поем вот тут ребята снимали как мы поем караоке и вот эта лестница на чердак а на ней висит такой кронштейн с канатом сашенька ты можешь на канат давай изобразить так убери там стульчики отодвинь да тапочки да и вот там подушки мягкие вы видите давай саша на одних руках нет нет с ножками саша залезает а на руках можешь просто так может вот саша может сказать выросла друзья на этом канате это это образно такое выражение может может а у нас бы к ярде иллюминация такая небольшая иллюминация в беседке свет горит мы думали там может быть посидеть посниматься вот здесь шли интервью вот вы видите тут записывались некоторые из наших гостей да хотя темновато мне как я не знаю как там у них наверно камеры мощные вытягивают все что надо вот это наш дом ночной вечерний наш дом со стороны со стороны быкьярда необычная такая вечерняя у нас вторничная партия вот а там уже спальня но никто не спит и не потому темно что уже все уснули а потому что еще и не собирались все друзья на этом мы с вами заканчиваем репортаж о нашем втором съемочном дне и переключаемся на нашу такую обычную жизнь а